Мы находимся в советском хранилище ядерных ракет в Логель-Занге. Бункерочек, который был долго закрытый, его недавно распечатали. И мы здесь видим просто прекрасный уровень сохранности. Залезли мы через вот эти вот дырочки, вот через ту, где свет, в вентиляционную камеру, в которой здесь еще находятся какие-то трубы, которых мы не видели в Ной Тимэне. В таком же бункере вылезли отсюда. Из примечательного здесь стоит холодильный агрегат, чего мы тоже не видели. Главная дверь, форточки в вентиляционной системе. Это запечатанное. Здесь просто глухое помещение с выходами в вентиляционной системы. Главная дверь. А, надо еще показать здесь. Тоже вентиляционночко. Прекрасная степень сохранности. Вообще все на месте. Электродвигатель. Фактурные переключатели. Просто, просто кайф. Лампа, вообще все на месте. Бункер просто, ну вот. И мне кажется, его можно и сейчас чуть-чуть подремонтировать мелочевочку и запускать. Будет работать. Так. Предбанник. Начнем осмотр помещений. Да, здесь видно, что бункер сделан по технологии арочного укрытия. И из готовых бетонных сегментов. Да, тоже система вентиляции, вентилей. Прикольно. Немецкая этот, короче, шильдик производителя и надпись «Рассмертельно». Ну, прикольно. Да, сохранность вообще прекрасная. Тут, наверное, пусто. По идее, эти все помещения пустые. Пусто, 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 пусто. Пусто, пусто. Ну, тут взгляну. Тоже пусто. Вижу уже рисуночек Кен Плотбота, кайфового, короче, графичика. Вот мы входим в сам зал для хранения изделий. Так, что-то. Кайф. Люблю такое искусство. Второй зал. Да, такой вот склад для ядерных боеголовок. Все, здесь уже мы прошли его насквозь и здесь находится броненовер, ведущий на второй выход. Теперь еще пару фоточек и мы отсюда, вы, выходим, идем дальше. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.